доброе утро солнечный день сегодня красивый но видите я как всегда я зимой и летом одним цветом этой тоже куртки и всегда в капюшоне выхожу сначала без капюшона а понимаете здесь поле у нас тут русское поле ветер очень сильный ну и ветер ледяной сегодня солнышко светит но ветер ледяной еще погода не наладилась поэтому мне прям задувает аж и в капюшоне вон туда и вот так вот в круговую уходит ветер вот так по шее гуляет я этого не люблю девчонки вот стоят уже внимательно внимательно ждут сейчас подоится и потом мы уезжаем наконец-то очень радостные покупки для меня я этого прямо ждала ты первая да ты ты первый второй дойные вот они они все выстроились они сейчас будут я буду открывать дверь по очереди они будут выходить надо меня есть сейчас сыпану этим ребятам зерна мужикам зерна сейчас сыпану отходи отходите зверюги уже едят они так по серьезному зерно здесь зерно комбикорм пуриновский детский для козлят и комбикорм для взрослых козий ну у нас не продается мы покупаем крс только что покормила молоком вот видите как догонку хорошо идет и ты сейчас в это ведро и будете все конечно здесь же лучше правильно сейчас будут пихаться и воевать за одно ведро а этот один кто там умный молодец ешь там ешь но этому явно белому там не то насыпала из одного ведра все не такое там да еще будут толкаться ешь все сейчас вам все семка положу а то пусто что вам зерна и вам зерна хочу не доедайте сена кто мог и ты облизываешься и тунис облизывается не надо есть телефон не надо сейчас положу тогда вот этим вот все на положу вообще пусто на ночь положила им сена молодцы поставила девчонкам молодцы ешь ну все я ухожу ты сейчас так и будешь ко мне лезть это горлопанистая тоже требует комбикорма я и уже даю уже можно и после окота потому что неделя прошла просто я вечером даю так ну все ладно иди ты тоже ешь не надо ко мне иди иди ях молодец смотрите все кто здесь кто там эти здесь я иду домой пью кофеек все быстренько сейчас собираюсь собралась и мы выезжаем за яйцами за перелепи за перепелинами наконец-то и по пути наверное мы заберем индюка ну купим смысле я нашла где ну как вроде бы все благополучно мы договорились наверно мы его купим зашла мне нужно снять с карточки деньги мы находимся в городе на московске ведь все магазины пустынные но здесь нет этого аппарата с которого нужно снимать я по-быстренькому зашла и выхожу в магазине там пару человек приехали за комбикормами все уже погрузили куриный несущий для цыплят детские для перепелов обязательно взяли ну а трубе взяли пару мешков потому что они так пригождаются иногда когда кончается там допустим зерно комбикорм для коз да и для кур иногда что-то можно намешать грузят сейчас там все уже погрузили там грузит пуриновский пуриновский детский для перепела подъехали с покупками еще было выгружаться комбикорма здесь перепелиные яйца так а здесь у нас сидит индюк будем сейчас выгружать красавчика да да я знаю я помню это детские цыплячьи и индюшачьи перепелять и очень пригодится с нуля для цыплят кого-нибудь ешь все равно начну выводить это еще корове у нас осталось до всех крысь лучше там и крысь и и и и и и и и Смотри, ничего! Смотри, что есть! Как тебя вытаскивают? Как тебя вытаскивают? Как тебя вытаскивают? Ножницы не взяли Где твоя глава? Давай, давай Смотри Смотри, что? Видал? Красавчик Смотри, как это Она гадит Она гадит Опа! Опа! Смотри Ой, радость! Ой Ну, это, конечно, намного меньше, чем наш Девчонки Где? Где? Иди А ты что думаешь Что-то, а? Ты что думаешь Красавчик Косюди Молодец Сразу Давай, давай Старайся Старайся Тоже Тоже Давай, давай, давай Давай, держись Молодец Ой, прям Молодец Он как будто бы сейчас Я когда камеру выключу, как будто бы он сейчас все правильно делал Ой, пошла Ура! Глянь 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 А то лежались Глянь Глянь Молодец Идюк Ты молодец Мой красавчик Гакалки, а? Ой 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 Смотрите, какая бодренькая Сразу стала Ой Красавчик Ты красавчик Опа И все сразу остальные Видишь, сели Вот и все А то мы испугались Муж уже хотела отсаживать А не прям Одна Начала клевать его И вот и одна Перед ним Вон села теперь Так Долго он стоял Танцевал Танцевал тоже на них Точно так Видишь, а скотчка Как с горки Аааа Долго он пристраивался Пристраивался Но прям у него потом Получилось Я уже стала пугаться Думаю, не дай бог Как и тот мой был Танцор Но тот мой был В два раза здоровее Он и по весу Тот был просто Тяжеленный Этот легенький Он меньше Я его спокойно Несла Поднимала Он легкий Давай Ты мой красавчик Молодец И одна его Она его прям сразу Начала прям клевать И муж уже стал пугаться Говорит, давай его отсадим Хотел отгораживать Здесь Сеткой Вот Она как увидела Что творится Что происходит Сейчас Сейчас он покрутится Ой, он молодец Дай бог Все получилось Мы В общем без всякого карантина Что он делает с ней Мы вообще без всякого карантина Ну Помолились И запустили Мне некуда его отсаживать Сейчас, сейчас, сейчас Он пристроится Соскакивает Сейчас, сейчас, сейчас Давай, давай Не, он молодец Он первый прям так пристраивался Пристраивался прям И потом долго И потом У него все-таки Получилось Ой, она там хвост задрала Ой, какое нелегкое дело Что-то это, ребята Вы видели У него получается Он молодец Нет, не успел Или, наверное, все, да? Все Она раньше не убежала Вот Теперь Следующая На прием Ой, молодец И она довольная Смотрите Ой, теперь это Ой, теперь Молодец Молодец Всем внимание Уделил Вы видали Какой Самец Прямо Одну, вторую, третью Нет, что-то след Не так Как-то не так В случае ты устроился Давай По-другому Надо заходить Зашел с другой стороны О, она хвост задрала О, она хвост задрала Ой, прям у них получается Прямо все получается Прямо все получается Все Пошла, да? Пошла Ура Ой А этот Герой Герой Видали Распушинка Ладно, потом расскажу Про него в другой раз Иначе тут такой Хрик, что вообще Ой, ты молодец Ты мой Красавчик Ой, как заплясал Тут тоже Смотрите Все Все его Приняли Опять Ну ты вообще По второму разу пошел Ладно Я пошла домой Мы есть хотим Эти уж пускай Развлекаются Тут Ой, счастье Привалило Да? Мы зарезали козла И конечно же Мы делаем Что? Что? А что? А где? А, конечно же Мы делаем котлетки У меня уже здесь Мой фарш 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 такая хлипкая у нас до этого была действительно железная туда как напихаешь там горсть такую чеснока здесь прям по 1 по 2 маленькие штучки и все так лучше приправка конечно же моя любимая за базиликом я опять не полезу туда сейчас два яйца два так и и сейчас могла бы и не быть зачем помыла все равно месить все буду не знаю и так сейчас расскажу что я хочу размешиваем да посолить нужно в общем у меня в прошлый раз когда-то оставалось немножко фаршика вот я достала там немножко даже нам на один раз и поэтому я туда натерла еще побольше картошки картошку естественно нужно нажать я в этот раз опять натерла много картошки то есть ну как много у меня получилось половина фарша половина картошки то есть вот такая вот смесь получилось и это оказалось так вкусно я раньше всегда добавляла картошечку на одну картошечку фарш вот и это оказалось так вкусно также как с кабачками кабачков много я фарш и делала а картошка я говорю я только по одной вот и теперь я опять сделаю Только в тот раз я сделала, у меня просто было мало фарша оставалось, и я хоть как-то выходила из положения. А теперь я сделаю намеренно, хотя фарша у меня здесь прям, ну, много. И все равно я добавлю сюда картошки. Естественно, точно так же хлеб у меня здесь замочился, яйцо, приправа. Своего майонезика нет, но надо сделать. Я прям вот, он мне уже нужен. Нужно сделать, давно не делала. Так, картошку потерла, и она сейчас отстаивается, и жидкость начинает выходить. Уже можно, конечно, ее отжать. Сейчас я ее отожму. Так, отжала. Отжала картошку. Теперь отжимаю хлеб, потому что, опять же, все мокрое, картошка мокрая, и хлеб с водой нам не нужен. Сейчас я сделаю фаршик, замешаю, и пойду, и пойду сбегаю, посмотрю, как там наш новый индюк. Индюк. Молодец. Он прям, когда мы его привезли, прям с налету сделал свои дела. Молодец. Прям хоть завтра уже бери и инкубирай яйца. Я говорила, что я не буду покупать, не буду покупать, потому что в округе у нас здесь не было индюков. И стоят они 3-4 тысячи. Я думала, я, как всегда, куплю яйцо. Именно штампованное яйцо. Именно, действительно, яйцо фабричное. Именно не Ставрополье, как у меня всегда раньше было. Индейка у меня Ставрополье, белая широгогрудая. Вот в чем загвоздка. Любую другую можно купить. Всякие цветные, всякие бронза, биги, бройлерные, они продаются. А вот именно вот этой нет. И поэтому я думала, я куплю яйцо, но яйцо купить не судьба вообще. То есть просто нет. И тут наступил карантин. Именно белая широгогруда и даже те поставщики, которые закупали яйцо оптом, они брали только бройлерную. Ну, видим, что идет хорошо, да, что хорошо продается, естественно. Широгруду никто не собирался привозить. Все, а тут еще наступил карантин. Все, пути вообще все закрыты для любого яйца. Хотя пишут уже объявления, появились свежие, что сейчас, в общем, будет закупка в апреле. И, не знаю, посмотрю, позвоню, а то бы еще бройлеров я купила бы яйцо. Вот. Я бы не покупала индюка живого, потому что, понимаете, есть риски. Не покупала бы, сто раз говорила, не буду, не буду. Но яйцом купить не судьба вообще. Все, нету. Нет яйца. И поэтому, что мне остается, а индюк это в нашем хозяйстве обязательно птичка, мне ничего не остается. Мы с мужем прям очень хотим индюков. Это у нас уже третий год. За третий год мы можем как-то понять, да, что нам нужно и что не нужно, хотим и не хотим. Вот. И у нас сегодня такой день прям плодотворный. Яйцо перепелов, комбикорма. Но плодотворный и дорогой. Перепелиное яйцо недорого. Сто штучек купила. Тысяча рублей. Это обычная цена, нормальная. Вот. Сто штук перепелиных яиц. Если кто не знает, то не удивлять. Сто штучек это вообще, это не много. Это мало. Перепелиных это мало. Вот. Но я хотя бы прям, чтобы мне на первый раз развести. А дальше я все время их вывожу и вывожу. То есть постоянно. Тысяча яйцо перепелиное. На 8,5 тысяч мы купили комбикормов. Я думала, я ожидала, что сейчас все дороги перекрыты. Там ничего не будет. Думала, перепелиного мы вообще не купим. И что оказывается? На самом деле, как люди работали, так и работают. И это касается не только этой базы. Во многом так у нас. И что мы купили? И купили индюка. Индюк стоит наш, красавчик, 3 тысячи. Все. Сейчас я замешаю все это. Да, конечно, хорошо своего майонезика еще добавить. Сейчас я не буду его делать. Не хочу. Сейчас опять началась такая неделя. Та неделя у нас была просто карантинная. То есть уроки нам отменили. Ну, как бы дети не учились. А сейчас опять началось. Классные работы. Домашние. Старшие делают сами. Двое. А вот карта Милани. Она делает тоже сама, но нужно немножко помогать. Все у меня хватает, куда-то тащат мой телефон. И с Рафаэлем, естественно, мы делаем вдвоем уроки. Он хорошо понимает. Слава Богу, нет здесь затруднений, чтобы мне что-то объяснить. Он даже новую тему сам почитает. Все понял. Все нормально. Но сижу контролируем. Потому что маленькие дети, как только мама отходит, они все знают, все понимают. Как только мама отходит от них. У меня так со всеми детьми. И начинают они калякать ошибки. Начинают валякать, калякать. Так, нужно еще немножко посолить. Что-то как-то мне хочется. Каких приправ только я сюда не насыпала. Моя любимая пряная приправа. Тут не знаю, смесь из чего-то состоит. Хмели-сунели с чем-то тут. Перца черного. Я не знаю, что-то мне сегодня прям очень хочется с приправками. Иногда... Ну, кабачков у нас уже давным-давно нет. Откуда у нас кабачки? И иногда готовлю, и не хочется ни приправок. Прям хочется просто вот такой еды, что есть. Мясо, рыба. А сегодня я не знаю, что-то я прям насыпала. Одного, второго, третьего. И мне прям хочется... Не знаю, что. Может, мы сегодня перекатались. По нескольких часов мы ездили. Уехали в десять, приехали в третьем часу. Угу. Прям мне хочется приправок, хочется всего. Ну, раз хочется, значит насыпем, правильно? Чего же себе отказывать? Тогда не хочется, я не сыплю. Вообще не сыплю. Мне бывает и вообще вкусный без приправ. Да, по-разному. Сегодня что-то у меня вот такой вот поворот. Все, да? Не темно там еще? Нет, не темно? Пойду, полюбуюсь. Красавчиком этим. Ой, я так радуюсь, как будто, я не знаю, мне мужа привезли нового. Он прям молодец. И красавчик. А как он свои дела-то сделал? Прям все так правильно, все так быстро. Прям молодец. И потом пошел по второму уже кругу. И ну, я уже не стала ждать, я ушла. Молодец. Прям вообще. Да, он палевый. Это же не бронза и не белая широкогрудая. А, я не сказала. Это, кстати, тоже Ставрополье. Да. Только цветные. Когда я звонила женщине, я даже не стала, как всегда, ой, у меня белый Ставрополье, мне нужен индюк. Я не говорю, а какая у вас порода? Она, кстати, Ставрополье. Получилось всего 15 котлеток. Можно и было бы и побольше, но ладно, уж там фарш все равно остался. Сделаем в следующий раз еще. Сегодня привезли сегодня, хоть привезли днем, но ни днем, ни вечером я закладывать не буду. Буду закладывать завтра с утра. 100 я заказывала. Здесь у меня 6 упаковочек. 20 штучек еще женщина дала сверху. Стартовали, как всегда, на двух сковородочках. Рафаэль читает задачу, найди периметр. Периметр! Периметр! Все, собираемся ужинать. И к этому еще сделали кетчуп. 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 Все, собираемся. И делаем уроки. И делаем уроки.